Украинские мастера кожаной перчатки добыли три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на 66-м международном турнире памяти яичства на бочке и венгерском Дебрыцине. Победителями стали Александр Милинюк, Аркадий Корцан и лидер национальной сборной, чемпион мира Юрий Захареев, который был признан лучшим боксером соревнований. Харьковчане завоевали три награды. Богдан Толмачев стал серебряным призером в весе до 80 килограммов. Сразиться за победу ему помешала травма, полученная в полуфинальном дерби с Матвеем Рожбой. В итоге титул без боя достался бразильцу Исаису Филья, Толмачеву достоился серебра, Рожба получил бронзовую медаль. Еще один харьковский участник мемориала ищства на бочке и Руслан Цикало занял третье место в полулегком весе. Турнир Премьер Лиги Украинской Федерации карате Харьков Open, отметив в прошлом году 10-летний юбилей, в нынешнем сезоне вышел на новый уровень. Собрав во дворце спорта локомотив рекордный состав. Более 1100 участников из Армении, Белоруссии, Грузии, Турции, Узбекистана и Украины. Харьков Open уже уровень здесь большой, что специально готовится и к Харьков Open. Есть люди, которые выбрали разное международное соревнование, но говорят, мы хотим и Харьков Open выиграть. Мы всем рады, мы все стараемся, организаторы области, Украина, Украинская Федерация карате, Харьковская областная федерация, все стараемся и все хотим, что сделать праздник спорта. Харьков Open занимает значимое место в спортивном календаре и способствует целому развитию спорта, а участие в нем каратистов из других стран свидетельствует о доверии к первой столице. Хочу поприветствовать вас от имени Харьковского городского головы Александра Терехова. Хочу пожелать вам сегодня показать свой лучший результат. Еще хочу поблагодарить организаторов за такой хороший турнир высокого уровня, который прославляет наш город, в том числе и карате, как вид спорта. Год начинается с этого турнира, и это не только для нашей федерации, но и для многих федераций, потому что многие, с кем я разговариваю, практически, они все говорят, да, встретимся в следующем году у Рудика. И практически это уже традиция. 11 раз проводить такого уровня соревнования – это непросто. Это надо иметь не только талант, это трудолюбие и так далее. Много качеств, да, и желания, конечно, в первую очередь. Двухдневные баталии ожидаемо вышли на загляденье. Каждое выступление, каждый локальный бой был конкурентным. Тон соревнованиям задали юные участники, продолжили элитные спортсмены. Во всех командах были свои лидеры. Авторитет Харьковского клуба «Вагры» поддержал Максим Бугаев. 18-летний ученик Рудика Сагрунова выкосил две медали в весе до 84 килограммов. В своей возрастной группе озолотился и довел число личных побед на Харькову «Опен» до пяти. В категории 18 лет плюс заработал серебро. Большой масштаб, много людей в некоторых категориях, их очень много. И подраться, посоревноваться – это очень большой опыт и старт новым победам. Клуб «Тайкан» вел за собой финалист недавнего турнира серии «А» в испанской «Памплоне» Айман Текзима. В Харькове он подтвердил свой высокий уровень, одержав победу в весе до 60 килограммов. В общекомандном зачете лучший результат среди клубов Харьковской областной федерации «Карате» показал Купинский Норвин, который занял пятое место. Возглавил медальный рейтинг «Харькова Опен» клуб «Катана» из Черноморска. Компанию в топ-3 ему составили «Одесский легион» и «Чемпион Киев». Сборная Харьковской области Юрокадемии обменялась победами из Днепром в домашних матчах 11-го тура Волейбольной Суперлиги Украины. Стартовый поединок остался за гостями, хотя лучше начали его харьковчане, взяв в первый сет в игре на больше-меньше 31-29. Однако в дальнейшем днепровские волейболисты перехватили инициативу и добились успеха в трех последующих партиях. Повторная игра прошла по другому сценарию. В двух стартовых сетах соперники долго шли на равных, в концовках сильнее были юристы М. дважды по 25-23. В третьем игровом отрезке Днепр пытался вернуть интригу, набрав на три очка большее. Но в четвертой партии после ничейного счета 19-19 харьковские волейболисты забили шесть мячей к ряду и победили 3-1. Самым результативным игроком матча стал диагональный Иван Кривобок, который принес хозяевам площадки 23 пункта. Я рад уж то, что настроил ребят, что они всегда с пониманием относятся к этим всем вопросам. И сам тот факт, что сегодня по-мужски мы вчера упали, а сегодня поступок у ребят мужской. То есть вчера упали, сегодня поднялись и работаем дальше. Набрав 29 очков, сборная Харьковской области Юрокадемия осталась в таблице на пятом месте. От следующего, четвертого Днепра, харьковчане отстают на 6 баллов. Возглавляет регулярный чемпионат «Эпицентр» Подоляни, в активе которого 58 очков. Харьковские синхронистки одержали 8 побед на домашнем чемпионате Украины. По шесть золотых наград в бассейне «Локомотив» выловили Елизавета Солдатенкова и бронзовые призеры Токийской Олимпиады Владислава и Марина Алексеевы. Солдатенкова первенствовала в технической и произвольной программах «Соло». Сестрам Алексеевым дважды не было равных среди дуэтов. Совместными усилиями Солдатенкова, Алексеевы, Вероника Гришко, Олеся Деревянченко, София Мациевская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко и Анастасия Шмонина победили в двух групповых упражнениях комбинации «Хайлайте». Особенно убедительно подопечные Светланы Саидовой, Алисе Зайцевой и Валерия Межениной выглядели в технической и произвольной программах групп. Ставшую серебряным призером вторую сборную Харьковской области они оба раза опередили на 10,5 очков. В микс-дуэтах в отсутствие хозяев золото досталось Елизавете Дубенко и Дмитрию Нищуку, представляющих Донецкую область. В общекомандном зачете харьковские спортсменки в очередной раз оказались вне конкуренции. Второе место заняли киевлянки, замкнули призовую тройку донецкие синхронистки. Всего в чемпионате страны участвовали 10 команд из пяти областей.